Как пишут, учёные оставили на месте стрелки символических часов судного дня. До конца света, как и раньше, остаётся 90 секунд. И в последнее время наших зрителей в том числе тревожит всё та же история с запорожской атомной электростанцией. Сообщают о том, что, согласно интервью министра энергетики Украины, эксплуатация ядерного топлива на запорожской атомной электростанции становится всё более проблемным вопросом. Как пишут, используется топливо двух производителей. ТВЭЛ, это Россия, и Вейстингхаус, Соединённые Штаты Америки. Получить согласие на продление эксплуатации от обеих компаний очень сложно пишут. Вот я бы хотел, чтобы вы объяснили нашим зрителям вообще, как это устроено, что это за ядерное топливо и каковы действительно риски. Ну, ядерное топливо в ядерном реакторе существует топливные сборки, которые собраны из топливных элементов. Это довольно сложная инженерная конструкция, которая обеспечивает выделение энергии, отвод тепла и, соответственно, нормальную эксплуатацию реактора. Действительно, может быть использовано топливо двух производителей. Это вот корпорация ТВЭЛ российской. И какое-то время назад Украина предприняла усилия для того, чтобы лицензировать и чтобы использовать топливо компании Вестингхаус. Насколько я понимаю, и то, и другое топливо прошли необходимые испытания и получили лицензию. И, ну, естественно, поскольку российское топливо изначально создавалось для использования именно на этих станциях, топливо Вестингхауса было испытано и тоже получило лицензию. Я не знаю точно, какая там существует ли там смесь, но у меня понимание такое, что никаких проблем вот на нынешнем этапе даже с совместным использованием этого топлива, если такое есть, этих проблем нет. То есть каких-то серьёзных рисков или даже о катастрофе говорить не приходится? Нет, я думаю, точно в том, что касается топлива, используемого в реакторах, я думаю, здесь вопросов не должно никаких возникать. Хорошо. Если говорить о других аспектах запорожской атомной электростанции, это снабжение, снабжение электричеством. И вот тут пишут, что после сбоя, который длился более трёх недель, запрос к этому электростанции восстановила доступ к оставшейся единственной резервной линии электропередач. Что в этом отношении может происходить? Потому что есть ещё и третий аспект, это, конечно же, обстрелы. И вот как бы казалось, что вроде оно как-то работает, вроде всё нормально, но вот ты никогда не понимаешь, в каком статусе происходит эта ситуация. Ситуация там, как я себе её представляю, такая, что реакторы были остановлены уже почти полтора года, если не больше, тому назад. В этом смысле активной ядерной цепной реакции там уже не происходит довольно долго, но существует так называемое остаточное тепловыделение. Это те продукты распада, которые образовались в ходе работы реактора, они продолжают выделять тепло. И, естественно, со временем мощность этого тепловыделения уменьшается, но, тем не менее, всё равно остаётся. И для того, чтобы это тепло отводить, нужно постоянно прокачивать через активную зону, прокачивать воду, охладитель, который будет, соответственно, это тепло уводить оттуда. Ну и, естественно, для того, чтобы эти насосы работали, вам нужно электричество, и это электричество поставляется снаружи или в случае нарушения нормального электроснабжения станции там существует дизель-генератор, который позволяет в течение какого-то времени эту работу обеспечивать. В принципе, если полностью прекратится вся подача электроэнергии, то и, опять же, есть дизель-генераторы, которые какое-то время будут работать, но если они как-то выйдут из строя, то, конечно, у вас начнётся разогрев активной зоны, и есть вероятность того, что активная зона начнёт, так сказать, она будет разрушаться, расплавиться. Насколько сейчас эта опасность велика полного разрушения зоны? Ну, сказать, на самом деле, сложно. Всё-таки, поскольку прошло уже достаточно много времени с момента останова, то, наверное, катастрофического вот такого расплава не произойдёт. Тем не менее, вероятность нарушения целостности активной зоны, она, по-видимому, существует, но при этом нужно учитывать, что реактор, он на самом деле сконструирован с расчётом на, в том числе, на такого рода аварии. И в этом смысле там существует определённая защита. Во-первых, сама оболочка активной зоны – это стальной, достаточно крепкий, прочный корпус. А потом существует то, что называется внешняя оболочка контейнмент, так называемая. Это вот железобетонная структура, которая должна предотвратить выход продуктов деления, если они образуются в атмосферу. То есть в этом смысле, я думаю, что определённый запас прочности у станции есть. Но, тем не менее, конечно, очень важно, чтобы снабжение электроэнергии не прекращалось. Или, во всяком случае, не прекращалось бы на достаточно долгий промежуток времени. Ну вот, за исключением тех ограничителей, которые вы перечислили, получается, весь мир сейчас держится на одном каком-то генераторе, который, даст Бог, не сломается в ходе своей работы. Ну, здесь драматизировать тоже, наверное, сильно не стоит. То есть нельзя, с одной стороны, недооценивать опасность, но, с другой стороны, нельзя её и переоценивать тоже. То есть вот в моём понимании, опять же, если вдруг нарушится снабжение электроэнергии, то определённый запас по времени там будет существовать для того, чтобы принять какие-то меры. И, в принципе, я думаю, что если персонал станции будет действовать грамотно, то, в принципе, они предотвратить выброс радиоактивности в атмосферу, они должны суметь. Здесь сравнение, на самом деле, может быть, наверное, с той аварией, которая была в Японии в Фукусиме в 2011 году. Но там реакторы были работающими, то есть они были... Там тепловыделение было очень значительным, и там отсутствовали определённые механизмы защиты, которые на Запорожской как раз станции есть. То есть, опять же, я думаю, что это нужно очень сильно запустить ситуацию для того, чтобы произошёл какой-то серьёзный инцидент с выбросом радиоактивности. Но поскольку, видите, россияне Путин оставляет за собой Запорожскую атомную электростанцию, то, в принципе, мы вынуждены рассматривать и такие варианты, в том числе, зная цинизм этого режима и принятых решений ранее в том числе. Так вот, если перейти, может, даже в политическую плоскость, для каких ситуаций Путин оставляет за собой контроль над Запорожской атомной электростанцией? Ну, мне здесь сложно судить. Насколько я могу понять, здесь вопрос скорее политический, если хотите. То есть, поскольку Россия считает, что эта территория теперь принадлежит России, то, соответственно, всё, что на этой территории расположено, в том числе атомная станция, тоже вроде, получается, принадлежит России. То есть, вот, в представлении Москвы. Я не думаю, что всё-таки есть какое-то намерение использовать факт того, что станция находится в зоне боевых действий для создания какой-то опасности инцидента. Я, ну, опять же, исключать, наверное, полностью ничего нельзя, но я всё-таки надеюсь, что специалисты российские, которые работают в Росатоме, что они понимают степень ответственности и понимают последствия. И, в принципе, я думаю, что можно рассчитывать на то, что они как-то смогут предотвратить, как я говорю, серьёзный какой-то инцидент. Если говорить дальше, вести этот вектор ядерной угрозы, то мы не можем не вспомнить статью, в которой говорили о том, что Путин как бы рассматривает применение, рассматривал применение ядерного оружия. Так вот, в этом отношении что вы можете сказать? И если всё-таки рассматривать, допустим, тактическое ядерное оружие, которое Путин хотел или хочет, или что-то непонятно применять, и вот Запорожскую атомную электростанцию, к какой провокации вероятность может дойти? Потому что всё-таки применение тактического ядерного оружия — это уже в открытую. А спровоцировать какой-то ход каких-то действий и последствий, там уже потом не допросишься, так сказать, и не выяснишь, а что же на самом деле произошло, допустим, на этой Запорожской атомной электростанции. И можно будет говорить, что «а это Украина сделала». Ну, здесь, в моём понимании, всё-таки ситуация такая, что давайте с Запорожской станцией сначала разберёмся. Ситуация такая, что вот есть сценарий серьёзного инцидента, который, я говорю, с потерей электроснабжения, с потерей отвода тепла и, соответственно, с разрушением активной зоны. Такого рода сценарий в принципе возможен, то есть полностью её исключать нельзя. При этом представить дело так, что какой-то инцидент произошёл в результате внешнего воздействия, ну, скажем, появляются периодические сообщения о том, что происходят обстрелы станции. Представить, что какой-то инцидент стал результатом вот такого обстрела, будет исключительно сложно, потому что картинка повреждений, картинка, собственно, развития вот этой аварии, если она произойдёт в одном и в другом случае, эти картинки совершенно разные. То есть и это будет очевидно, так сказать, любому специалисту, который будет смотреть на последствия. То есть, скажем, разрушение, скажем, вот этой защитной оболочки или даже разрушение корпуса реактора вот в результате обстрела будет исключительно совершенно другим событием, нежели вот разрушение активной зоны в результате там потери электроснабжения. То есть здесь я всё-таки думаю, что, опять же, вот возможность, вот как вы говорите, провокации, она не очень велика, и как раз потому, что вот способность внешних наблюдателей понять, что именно вызвало инцидент, эта способность, она будет существовать, и здесь вот так представить, выдать одно за другое будет исключительно сложно, если вообще возможно. То есть если же мы теперь переходим к вопросу о, так сказать, применении ядерного оружия, то есть это вообще другая совершенно картина, другая история. И даже в смысле, то есть если мы будем отвлекаться от, так сказать, политических моментов применения, а вот говорить просто о, скажем, картине радиоактивного загрязнения или радиоактивных последствий, то, опять же, картина будет исключительно совершенно другая. То есть здесь нельзя выдать одно за другое. Нельзя представить ситуацию так, что это вот выброс радиоактивности, он стал результатом инцидента на станции, а не применение ядерного оружия или наоборот. То есть здесь такая вероятность, на мой взгляд, полностью исключена. Хотел бы также пообщаться с вами на тему ядерного вообще потенциала российского, потому что время от времени статьи пишут, что, может быть, ядерное оружие в какой-то степени не сработает. Даже пишут, что военные расходы Соединенных Штатов в два раза превосходят совокупные оборонные бюджеты Китая и России. То есть они как бы следят за своим вооружением, они обновляют, смотрят, заменяют все, что нужно. В отношении России не приходится верить в то, что все это держится в надлежащем виде. В особенности, вспоминая Китай и некоторые данные разведки Соединенных Штатов, которые говорили, что там вместо топлива вода. И, в общем, коррупция в этом отношении в армии Китая призвела к таким вот случаям. Хотя, казалось бы, в самом-то Китае смертная казнь за это. И там уже начинают снимать, мягко говоря, людей с должностей, которых потом никто не находит. В России такой тенденции не наблюдалось. Поэтому тематика того, что у них с ядерным оружием не все в порядке, она актуальна и по сей день. Вот интересно ваше мнение на этот счет? — Ну, точно, конечно, я знать не могу. — Допускаем. Что допускаем? — Но мое понимание такое, что все-таки ядерный арсенал, вот, собственно, непосредственно ядерные части и ядерные боезаряды и все, что с ними связано, вся эта система поддерживается в рабочем состоянии, в должной степени готовности. То есть здесь можно говорить о том, что есть, скажем так, РУСАТОМ и те подразделения РУСАТОМ, которые занимаются разработкой зарядов, там есть своя корпоративная культура. Те части Министерства обороны, которые отвечают за эксплуатацию боезарядов, это тоже очень серьезная структура, 12-е главное управление, там тоже существует своя традиция, если хотите. То есть это достаточно сильный институт, который берет свое начало еще, так сказать, в 40-х-50-х годах прошлого века. То есть здесь, я думаю, что традиция ответственного отношения к тому, что там происходит, она существует, и я думаю, что здесь особых сомнений у меня, например, нет. Даже если представить, что есть какие-то, скажем так, ну, как любая инженерная система, как любая система, понятно, что ядерное оружие тоже подвержено каким-то, если неисправностям, то во всяком случае не существует стопроцентной уверенности в том, что все будет всегда работать. Но здесь ситуация такая, что мое понимание такое, что надежность военных систем такого рода, в том числе ракет, например, она находится на уровне 98-95%. Я уверен, что в случае ядерных боезарядов эта цифра тоже такая. Но даже если представим, что это 50% или даже 25%, то надо тоже понимать, что то, что называется, мало никому не покажется. Вот здесь нельзя рассчитывать на то, что, так сказать, вот какие-то компоненты этой системы, они вдруг окажутся менее надежными, чем мы можем себе это представить. Поэтому, наверное, американцы и не хотят проверять, и так часто вообще говорится об Альянсе НАТО, который не хочет вот этой дополнительной эскалации конфликта, как они это называют. Да, несомненно. То есть здесь, как вы правильно сказали, что никто не хочет проверять это на своем опыте. Потому что даже если допустить, я говорю, что надежность всех этих систем, она, так сказать, очень низкая, то все равно за счет того, что эффект, который производит ядерное оружие, он катастрофический здесь, нет никаких сомнений. То есть все равно эффект будет очень-очень серьезным. Понял вас. И хотел бы уточнить насчет нашего ядерного оружия украинского, которое у нас отняли. Ну, конечно же, не отняли, как считается, был договор взамен на то, что территориальная целостность будет, но ни ядерного оружия, ни территориальной целостности нет. Поэтому как бы появляется логичный вопрос, почему бы не восстановить это ядерное оружие? И, конечно же, этот вопрос отягощен дополнительными вопросами. А как это сделать? А где достать? А что достать? И для рядового гражданина это не совсем понятно. Поэтому могли бы вы объяснить, какие технологии нужны? Есть ли эти мощности вообще у нас на данный момент? Потому что, вот говорят, при наличии атомных станций, в принципе, можно что-то возобновить, тем более оно у нас было. Но опять-таки понять статус этого процесса, насколько он сложный, и пока что тоже очень проблематично понять. Ну, здесь есть два момента. Один – это то, насколько это все имеет смысл. И на самом деле, если вы посмотрите даже на нынешнюю ситуацию, то на самом деле можно, на мой взгляд, вполне заключить, что по большому счету, даже если Украина сейчас представит, что Украина каким-то образом получает в свое распоряжение ядерное оружие, то есть я не уверен, что на самом деле это как-то изменит ситуацию в целом и вот в этой войне. И вы можете посмотреть на Европу и на НАТО, у которых есть ядерное оружие, они защищены, и тем не менее, насколько они сейчас переживают по поводу возможной агрессии со стороны России в какой-то среднесрочной перспективе. То есть я убежден в том, что на самом деле ядерное оружие никому безопасности на самом деле не обеспечивает. То есть и точно так же оно не обеспечивало бы безопасности и Украине, и сейчас тоже не сможет эту безопасность никаким образом помочь в этой ситуации. Даже вы можете спросить себя, наблюдая ситуацию изнутри, например, если мы вернемся в 2014 год и в момент захвата и аннексии Крыма, вот, вот, если бы в тот момент у Украины было бы ядерное оружие, так сказать, вот, смогла ли Украина каким-то образом эту ситуацию предотвратить? Я, например, не уверен. Я думаю, что здесь, извините, я дополню небольшая вставочка. Я думаю, что, знаете, в этом контексте, если бы у Украины было ядерное оружие, возможно бы Россия задумалась, а стоит ли делать ей то, что они задумали и сделали. То есть я клоню к тому, что, конечно, в моменте, если мы видим вот это вторжение перед главами государств, стоит вопрос о применении такого оружия и как бы развязании войны, в которой победителя не будет. Но если все-таки этот вопрос поднимается, то он уже как сдерживающий фактор. То есть иной раз Путин бы подумал, а стоит ли, потому что его заявление еще тогда про Тузлу, у острова Тузла, когда вот были передряги там разного характера, он говорил, что в Крыму находится там столько-то, столько-то хорошо вооруженных украинских солдат, что это и чувствовалось, что для него это сдерживающий фактор. Я вот думаю, если бы ядерное оружие было на тот момент, то он бы все-таки обратил свое внимание, мягко говоря. – Может быть. Здесь сложно, конечно, судить. Но, опять же, я говорю, что все очень многое зависит от ситуации, от конкретного момента. И здесь, в моем понимании, опять же, вот в тот конкретный момент вполне возможно, что Россия и российское руководство решилось бы на эту операцию в любом случае. То есть, поскольку вы знаете прекрасно, что там происходили… был бы очень сложный момент политический в Украине, поэтому здесь, опять же, сложно судить. Хотя, конечно, определенный, наверное, сдерживающий фактор, наверное, был. Теперь, что касается технологий и всего прочего, то здесь, скажем так, наличие собственных ядерных реакторов никаким образом, вот если вдруг представить себе, что Украина решилась создать свою военную ядерную программу, наличие реакторов, ну, по большому счету, никакой помощи не оказывает. То есть, нужно было бы все создавать с самого начала, с самого нуля, и начиная с технологии, например, или обогащения урана, или химической переработки топлива, которых, так сказать, в Украине сейчас нет и на самом деле не было. В Украине, конечно, есть научный потенциал, есть определенный опыт работы с исследовательскими реакторами и прочим. Но в любом случае, так сказать, здесь какого-то материального задела его на самом деле нет. Но опять же, в моем представлении создание ядерного оружия, понятно, что оно, кроме всего прочего, вызовет определенную реакцию и, скажем так, мирового сообщества, отнесется к этому, наверное, не отнесется с пониманием, скажем так, или отнесется с меньшим пониманием, чем к каким-то другим шагам в сторону обеспечения безопасности. Ну, тут однозначно, конечно, разрешат, не разрешат. Тут вопрос открыт, и, скорее всего, однозначно все будут против. Но мне бы все-таки хотелось выяснить матчасть, вот эту техническую составляющую, возможно, невозможно, вот в этом, так сказать, в этой плоскости. И такой тоже вопрос. Может ли быть какая-то посильная помощь стран, у которых это ядерное оружие есть? Если да, то какого характера помощь это может быть? То есть это технологии, это помощь в обогащении урана, или что это может быть? Ну, вот здесь, опять же, мы должны задаться вопросом о том, насколько это будет воспринято с пониманием или с отсутствием понимания. И в этом смысле я не думаю, что какие-то страны смогут или захотят, так сказать, оказывать помощь. А если про технический аспект? Ну, в том числе и про технические аспекты, потому что существует договор о нераспространении ядерного оружия, который на самом деле запрещает странам-обладательницам ядерного оружия оказывать, передавать помощь или оказывать помощь в содействии, или оказывать содействие в создании ядерного оружия другим странам. Поэтому здесь, ну, можно говорить, что вообще вся система, так сказать, рассыпется и не будет действовать. Но это уже понятно. В таком случае это заденет гораздо больше структуры, чем просто, так сказать, Украину. И я не думаю, что кто-то из нынешних стран-обладательниц ядерного оружия захочет, так сказать, такого рода шаги предпринять. Ну, тут я вам в пример могу привести Израиль, у которого считается, что этого ядерного оружия как бы нет, но в то же время считается, что есть. То есть какая-то вот такая история с двойным дном. И вот такие Франция, по-моему, если не ошибаюсь, или в 60-х годах, или что, ну, как-то, в общем, помогала в разработке. И мне стало интересно. Та же Франция, тот же Макрон, который сейчас рассказывает, ну, хочет вот взять первенство, он говорит, что красных линий для него нет. Так вот, если нет красных линий, так может помочь с ядерным оружием в Украине? Ну, с Израилем ситуация такая, что Израиль никогда не был участником договора о неравистрировании ядерного вооружения. И да, действительно, тот реактор, который в свое время Израиль использовал для разработки, наработки Плутония, вот, он действительно был создан с помощью Франции. Но это было до того, как вообще существовал договор о нераспространении ядерного оружия. И тем более до того, как Франция к нему присоединилась. Франция вообще к нему присоединилась в 90-е годы. Поэтому здесь, опять же, мы говорим о том, что вот такого рода помощь, она означала бы полный, полный, так сказать, слом вот этой системы нераспространения, который на самом деле на который не пойдет, я уверен, ни одна из стран обладательниц ядерного оружия. Ну и я еще раз повторю, то есть, на мой взгляд, опять же, если мы говорим о, скажем так, о безопасности Украины и обеспечении безопасности Украины как суверенного государства и отражении, так сказать, вот той агрессии, которой Украина подверглась, то я, например, убежден в том, что создание Украины и ядерное оружие в этом смысле ответом совершенно не является. То есть, есть способы и должны быть найдены способы, которые заставят, которые приведут ситуацию, так сказать, к норме, приведут ситуацию к международно признанным границам и которые гораздо более, на мой взгляд, надежные и разумные, нежели создание Украины собственного оружия. Павел, спасибо, что отвечали на мои вопросы и помогали нашим зрителям разобраться в этой непростой теме и мне в том числе. Спасибо вам большое. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...